Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Сполось мне не очень. Все казалось, что во тьме озеро тянет ко мне свои маслянистые черные щупальца. Я представлял их как вытекающие ручейки, вопреки всем законам физики, поднимающиеся вверх по склону. Много, тоненьких. Они соединяются в один, чтоб заползти в палатку и обхватив меня, утащить в эту бездонную чашу. черную космическую дыру, темнее самой тьмы. Казалось, оно живое, а вот вода в нем мертвая. Да это и не вода вовсе. Сейчас, проснувшись, я чувствовал себя полнейшим идиотом и проклятывал свое воображение, из-за которого не мог заснуть фиг знает сколько. Спасибо, Стивен Кинг. Ты счастливый мое детство, сделав гребаным параноиком. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... уходи отсюда уж уходи уходи отсюда глупый давай 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 уходи с дороги тупой тебя оставят тебя тебя сдавят глупый глупый лежит здесь безмозглый мило уходи отсюда 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 древним замком, построенным в 1212 году Ливонским орденом меченосцев, то есть немцами. В русских летописях он напоминается под названием Кесь, а немцы звали его Венден, по имени этнической группы, проживавшей на этой территории в те далекие времена. Замок был воздвигнут в стратегическом месте, где сходились торговые пути на Дерпт, Псков, Литву. Позднее он входил в систему укреплений Гауйского коридора, защищая орденские территории в Северной Латвии и Эстонии. Обычно в замке жили примерно 30 рыцарей, рядом с ними жили наемники и их семьи. Венденский замок неоднократно подвергался обстрелам и выдерживал осады. Он очень сильно пострадал во время битвы за Венден в 1577 году, когда войска Ивана Грозного его почти разрушили. Есть легенда о том, как во время Северной войны русские войска осадили Цесис. Семь лет они стояли под городом, но никак не могли ее взять. Кончились припасы, еды не хватало. А шведы, сидящие за городскими стенами, каждый день выводили на крепостной вал козла, на рога которого нанизывали крендели. И с хохотом снимали и аппетитно перед русскими поедали их, запивая пивом. У тех текли слюнки, и они никак не могли понять, откуда у защитников города столько еды. А дело было в том, что из Цесисской крепости вели три длинных подземных хода. Первый доходил до холма за крепостным валом, второй до хутора неподалеку, а третий аж до города Цесвайны. По этим ходам шведы и доставляли еду с боеприпасами. По итогу замок пал с помощью местного кузнеца, снявшего восковой слепок для ключа и открывшего двери. Ворвавшись на территорию, русские перебили всех в отместку за долгое сопротивление и за козла. С той поры и стали говорить, а за козла ответишь. Вот такая легенда. Написано, подходить близко нельзя, камни падают, но они падают на лохов. Не на меня. Да. Да. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Вот тут вот идет гребенка, тут тоже идет гребенка, а тут вот ее нету, видите? Вот тут вот такая полоса ровная. Как правило, гребенка заканчивается где-то с краю дороги, и можно по краю идти. Так вот, там была такая гребенка, что буквально от края до края, такая высокая, мерзкая. И я думал, что эти три километра будут для меня просто адом. Но, к счастью, дорога улучшилась. Как только решил про это снять, сказать вам. Слоной, слоной! Здравствуй, гребенка! Здравствуй, вот я пришел! Ох ты, еб твою мать! Здравствуй, гребенка! Будет все хорошо! Телефон упал, вон он упал вдали. Ты посмотри, ты посмотри, ты туда посмотри, 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 твою гроба душу, мать! Сейчас глянем, что с телефоном. Ребенка началась, но не по всей дороге. Просто я летел с большой скоростью, и трудно... Ну не упади хотя бы. И трудно было себя снимать. И одновременно... И одновременно велосипед везти. А вот и мой телефон. Диндели богом. Разбит экран. Но он разбился у меня еще в начале путешествия. Точно так же вылетел из крепежей. Почему он вылетел, спросите вы? Потому что первый день путешествия я поставил спид у березы. Или там какого-то другого дерева. И он упал. Он упал, и сломался крепеж. Вот, видите, одной лапы нет. Но я подумал, что если хорошо зажать, то все равно телефон будет держаться. И вы знаете, он прекрасно держался. Прекрасно, великолепно держался, пока не полетел вниз по гребенке, и телефон вылетел, и мать его, разбился. Пусть только он разбился, мне стало уже пофиг на самом деле. Я понимал, скорее всего, он больше так не разобьется, чтобы перестал вообще работать. Вот, то есть экран станет еще хуже, но до конца путешествия он дотянет. А там надо экран менять. Стоит это столько, что вы не хотите этого знать. Мать его так. Солоной, солоной. Вы смотрите, сейчас думаете, боже, какой тупой, сумасшедший, гребаный мать его сукин сын. Да, это я. Ладно, едем в красивое место. Ну вот оно опять Нет, так ехать невозможно Вот сюда, на краешек Здесь слабее Блин, да хрен там было Вот тут по самому краю идем Нет, по центру здесь можно пройти Роди как Нет, опять, блин Она то здесь, то там Полегче Что ты за болван, Валерка? Чего не сделаешь ради подписчиков Солоной, солоной Прекрасно А здесь палатку поставлю Ну что Мы едем в запрещенное место Прямо под скалой Блин, комары покой не дают Там опасно ставить палатку Потому что может кусок отвалиться И в принципе тебя покалечит Но надеюсь, все обойдется Места очень мало Едва-едва поставить палатку Но я завтра надеюсь слинять До того здесь появятся какие-то первые люди Сделаем это, ребята Видите, здесь нависает Но там дальше уходит скала далеко Это такой навесик Зачем это делать? Ну вот зачем уродовать природу? Зачем? Зачем? Ладно Сейчас не до этого Прекрасно Спасибо за субтитры Субтитры создавал DimaTorzok 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 Гречечка Готовится Просто гречка с маслицем, с солью и с приправкой И то будет замечательно К тому же мне остались остатки пюре, картошки разворной Что-то перемешаю в такую кашку одну Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро Доброе утро У меня с собой удочка, короче, есть У меня с собой удочка тоже есть, но я поймать ничего не могу вообще, уже давно Я ловлю на червя, но закидываю поплавок А, ты на майского жука? Да А, и просто тянешь его и все? Ну вот эту пробку пускаю первую Подожди, можно я сниму? Пробка И майский жук Ну, майский жук Ах ты смотри А, а у меня удочка, короче, поплавочная И я закидываю, я на червя ловлю, пытаюсь ловить Но, слушай, я уже был, я путешествую три недели Да Я нихрена не поймал Да Вообще, я не знаю, что я не так делаю, я не могу понять Буду учиться ловить рыбу Видишь, рыба стояла здесь А как ты видишь? Она ушла, сейчас вот возле камня стояла щучка и львопуль Не видел Вот я слепой А пробка Пошел, видишь? А за ним жук идет Да Вот и все, и вот так надо пускать И так в любой реке можно ловить, да? Да И в любой реке так можно ловить, да? Ну там, где Галавля, из-за озера Галавля же нету Ага А какая рыба самая вкусная из речных? Ну, речные, озерные? Угарь Да? Копченый Ну вот, если закептишь А так уж просто приготовить, уху сварить, допустим, или поджарить Ну, как говорят, это самое вкусное ухо, это сирша Да ладно Даже Петр Первый любил уху сирша А у нас сирши водятся? Конечно, водятся Они как, представьте, другую рыбу не будешь ловить, только этих чертей будешь ловить, сопливых Они маленькие, да? Ну, бывают разные Самые большие где-то там на Пейпусе, наверное В России, там, на Псковском или на Чудском озере А, ну что, 9 утра, я вот поднялся, затащил велосипед обратно на гору И отправляемся на масс-саладцу Сейчас покажу, ребята, туалет, какой здесь Гляньте Вполне себе Цивильный тубзик Да, это, конечно, дырка там, то есть Вода не сливается, но Тем не менее, гляньте Честь и хвала таким туалетам Вот, ну что, пошли мы на остановку И дальше я уже поеду А же хотелось лисичек, знаешь? Да Ты нам сказал, что захотелось лисичек Давай, дорогой Добра тебе Давай, тебе тоже Удачи и зеленый свет Взаимно, взаимно Больших головлей Да Все, добра Давай, все Хороший мужик Нормально пообщались Правда, ничего не поймал, но Мне было приятно с ним общаться Люблю простых людей Люблю Я снова в Цессисе Гляньте, какой старый дом, ребята Мне нравятся такие дома У них есть история Они много видели И еще мне очень нравятся такие, видите, вот это что, мансарды или как называется Окно сверху Мне кажется, там очень уютно И романтично было бы жить Кому-нибудь не спится в прекрасном далеке Накрытым черепицей в старинном чердаке Он смотрит на планету, как будто небосвод относится к предмету его прямых забот Не спи, не спи, художник Не предавайся сну Ты времени заложник У вечности в плену Субтитры сделал DimaTorzok Церковь построена в XIII веке И является одним из старейших строений сакрального культа Латвии Она являлась церковью Ливонского ордена Тут находится захоронение магистров, духовных наставников и рыцарей ордена Я далек от какой-либо определенной религии Но должен признать, что скромность католических костелов мне более по душе, чем позолота и пафос православных церквей Все мы ищем Бога, боясь того мира, что находится там, за чертой Да и есть ли он, есть ли она, великая пустошь Столько написанных трудов, столько слов, а по сути никто и ничего не знает Все только бла-бла-бла Мне бы так хотелось прийти к вере Но прийти тропой духовного сознания, а не дорогой труса и страха, готовы поверить во что угодно Лишь бы убедить себя, что смерть – это еще не конец Такая вера, основанная на трусости, уважения у меня не вызывает Постройка церкви датируется XIII веком А эти плиты – это могильные плиты, которые были сюда поставлены примерно в XVI веке Вчера посещение замка было закрыто Я не смог попасть внутрь И сегодня решил это исправить, купив билет на самостоятельную экскурсию Сейчас мы здесь, первые на улице и налево Прямо-прямо И в почвенном стапане акцелим башню с вами декабрь Потом здесь будет мультимедиальная выставка Информации здесь Да Субтитры подогнал «Симон» Играет музыка Играет музыка Что это? Играет музыка Играет музыка О боже! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другом здании Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другой смешные ножки Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, давай, добра Настоятельно рекомендую всем эту кебабную, ребята Я наелся до отвала и вообще провел хорошо время Хорошая обстановка, приятная Будете, заезжайте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok